В Донецк привезли первый отечественный фильм. На его создание Министерство культуры Украины потратило 10 миллионов. И еще 6 миллионов продюсеры нашли сами. На предпремьерном показе нашумевшей картины под названием «Той, кто пройшел кризь в огонь» побывала Виктория Чистюхина. Первый полнометражный фильм, производство которого осуществлено в Украине без привлечения иностранной киноиндустрии, сначала показали журналистам. Снимать в зале нам запретили, но режиссеры предоставили самые яркие кадры. В основе фильма реальная история украинского летчика, героя Советского Союза Ивана Доценко. В 44-м его самолет немцы сбили под Львовом. С того момента и начинается история мистического исчезновения пилота. Иван благодаря своим способностям, как казака-характерника, сбегает в Канаду. Там украинец становится вождем индийского племени иракезов. Крыло! 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 Компас! Компас! После пресс-показа продюсеры раскрывают секреты, кто помог отобразить колорит индейцев. Замечательное шоу «Театр из Харькова», которые настолько вжились в эту роль индейцев. Они сами шьют эти костюмы, сами изучают язык индейцев. И даже, вот я знаю, настоящие канадские индейцы, консультировались у них по поводу каких-то элементов индейских. А вот на вопрос, где снимали канадские сцены, исполнитель роли вождя Алексей Колесник отвечает, отшучиваясь. «Снимали мы, конечно, в Канаде. Если вот, вы знаете, Киев, Украина, если чуть-чуть спуститься на Паднепру вниз, с правой стороны есть такой прекрасный поселок Горжище. Вот там, на этом пятачке». Создателям фильм обошелся в 16 миллионов гривен, 10 из которых выделило Министерство культуры Украины. За две недели проката картина собрала около 400 тысяч гривен. А купится ли их работа, продюсеры прогнозировать не берутся. Но награды той, кто проишел в кресть в огонь, уже собирает. Есть гран-при на Киевском международном фестивале. У первых зрителей в Донецке мнения о нашумевшем отечественном фильме разошлись. «Я был в шоке, потому что украинский кинематор до последнего времени больше расстраивал, чем радовал. Но сегодня я начинаю думать немножко по-другому. И это радует». «Хотелось видеть какую-то конкретно четко выстроенную историю, не голливудскую, без каких-то не очень хорошо выполненных спецэффектов. Но есть...» «Хэппи-энд вы все-таки разглядели?» «Хэппи-энда, честно говоря, я не хотелось увидеть. Хотелось что-то увидеть глубже». Дончане смогут сложить свое мнение о мистической драме уже завтра, когда фильм стартует в прокате. А 13 февраля историю об украинском летчике увидят в Берлине. Виктория Чистюхина, Владимир Пельгук, Телеканал Донбасс.